Всем привет! Вы слышите Лёшу Халецкого, канал Лёша Играет, и я продолжаю вам рассказывать о новшествах в аддоне 5-й циве Brave New World, Дивный Новый Мир. В прошлый раз мы остановились на том, что у нас появился караван, и мы отправили его в Мамбасу. Вот на этом месте и продолжим. Собственно, давайте поговорим про караваны. Это новшество, которое только в этом аддоне появилось. На самом деле, караваны были ещё во второй циве. Если вы поищите по моему каналу в плейлисте ретро-игры, вы найдёте обзор второй цивы, и там увидите, как работали караваны в той игре, вышедшей уже больше, наверное, 15 лет назад. Ну, они, во-первых, были и интересны, с одной стороны, но и напрягали, потому что надо было их направлять, высчитывать, где есть товары, а где их нету, туда направлять. Ну, в общем, немного странно работало, но тем не менее, я вот недавно играл во вторую циву, мне очень даже понравилось это дело. Вот теперь давайте поговорим, как организованы караваны, и можно ли, самое главное, их грабить в Циве 5 и в аддоне «Дивный новый мир». Вот у нас только что появился караван. Во-первых, его можно переправить в любой наш город, то есть не оставлять в том городе, где он появился, а переправить. При этом не надо его везти по земле, просто нажимаете на кнопку «Переназначить в другой город» и выбираете любой ваш город, и перемещение займет просто один ход, и следующим ходом вы сможете уже открывать торговый путь. Это сделано для того, чтобы получить максимальную выгоду от торгового пути, или, например, вы можете построить не в столице. О, кстати, я вот и Зулусов встретил, вот и Шака, мне осталось только Шашонов где-то найти. Ну, такой симпатичный мужчинка, да, на фоне какой-то горы, ну, заткнем его, не буду слушать до конца его причитания, явно он агрессивный, будет потом нападать. Хорошо, что он не рядом со мной. Итак, чтобы получить максимальный бонус, потом какие бонусы, точнее, как высчитывается прибыль от торговых путей, мы посмотрим дальше. Вот сейчас я отправил в Мамбасу, только потому что Мамбаса мне квест дала на торговый путь, и я таким образом ее дружбу завоевал. А так у меня был выбор всего из двух городов, из двух городов-государств, это зависит от расстояния торговых путей, расстояние тоже зависит от технологий открытых, от технологических эр, это дальше все будем разбирать. Ну, всего лишь одно золото я от Мамбаса в ход получаю с этого торгового пути. Дело в том, что ни в моем Рио-де-Жанейро, ни в Мамбасе не присоединены еще ресурсы роскоши. Во-первых. Во-вторых, города маленькие. В-третьих, это город-государство, а не иностранный город. В-четвертых, торговый путь сухопутный. Это все влияет на прибыль от торгового пути. Дальше, когда у нас будут уже международные торговые пути, когда я построю торговые корабли, отправлю их торговать, мы более внимательно посмотрим, как это все высчитывается. Но вообще, все просто. Вы видите сверху в левом углу, есть плюс 14 науки, 152 золота и следующее, как раз сколько торговых путей. Я задействовал один торговый путь из одного возможного на данный момент. И если вы нажмете вот на эти один, ну, торговые пути, где написаны, там вам будет, собственно, табличка торговых путей и все четко расписано, что про что и когда. Но кроме того, что вы можете отправлять караваны в чужие города, в чужие страны или города-государства, вы можете их отправлять и в свои города. Правда, они не будут приносить никакого дохода. Зато они могут везти либо яблочки в ваш другой город, либо молоточки. Яблочки и молоточки. И это зависит от того, построен ли у вас в городе амбар или мастерская. Значит, если у вас в городе построен амбар, то вы из этого города можете отправить караван в другой ваш город с яблоками. Четыре яблока за ход будет передаваться. При этом в том городе, из которого... О, кстати, вот и Шашоны. Из того города, откуда вы отправляете караван, там яблоки пропадать не будут. То есть вы, собственно, из воздуха генерируете яблоки и отправляете в другой город. Я уже читал на нескольких форумах, что вот появилась стратегия быстрого отжора своих городов таким образом. То есть, опять же, через традицию идем. Ставим быстро еще хотя бы два города. То есть такая игра не через четыре традиционных города, а через три. Потому что два торговых каравана появляются довольно быстро. Достаточно открыть животноводство и оптику. И можно уже строить два каравана. И, соответственно, из столицы, потому что там амбар тоже быстро довольно появляется, отправляем свои караваны в свои же города с четырьмя яблоками. И таким образом ваши два более поздних города очень быстро дорастают до размеров столицы. И вы играете как бы не одним моногородом или одним столицей и более мелкими городами, а тремя полноценными практически одинаковыми городами. Они у вас развиты одинаково. И вы в них можете одинаково строить чудеса. Ну, естественно, это все зависит от местности, где города расположены. В данном случае для этих двух городов надо будет очень правильно выбирать местность. Желательно с очень большим количеством ресурсов роскоши и так далее. Ну, и, соответственно, то же самое касается молотков. Если вы построили в том городе, откуда отправляете караван в мастерскую, то оттуда вы можете отправить караван с молотками в любой город. В том городе молотки не уменьшаются, зато прибавляются в том городе, куда вы караван отправили. Ну, таким образом можно ускорять строительство чего-либо в других городах. Тут, конечно, пока менее очевидно применение. Ну, вы можете сказать, что для ускорения производства чудес. Но четыре молотка – это круто в начале игры, конечно. Но я бы в начале игры, как и раньше говорил вам, чудеса не особенно стремился строить. Ну, посмотрим. Тут еще надо играть и смотреть эту стратегию. Не знаю. Далее. Выгодно отправлять морские караваны. Таким образом, круче всего ставить города именно на море, а не в глубине. Раньше многие уходили с моря, типа там могут завоевать. Зачем ставить на море. Хотя, кстати, растить город на море и до выхода Brave New World было выгодно. Он мне в Венеции декларацию дружбы предлагает. Примем. Мне вот недавно Португалия предлагала. Я с дуру зачем-то отказался. Надо было тоже принимать. Будем со всеми дружить. Мы же через культуру играем. Так вот. Торговые пути на море дают, в общем-то, в два раза больше выгоды, чем торговые пути на суше. Поэтому я рекомендую, если есть такая возможность, ставить города на море. Далее. Влияние рек на золото все-таки сохранилось. Города, которые находятся на реках, плюс 25% к доходу от торгового пути имеют. То есть, я так понимаю, и от зарубежного, и от своего плюс 25%. Поэтому на реках все еще выгодно ставить. Не говоря уже о том, что реки и к росту добавку делают, потому что яблочки на реках после открытия гражданской службы никуда не делись. То есть, в принципе, как и раньше, самое выгодное место для города – это на реке и на берегу моря и океана. Продолжаем разбирать торговые пути. Если у вас торговый путь вы отправили в цивилизацию, в иностранную цивилизацию, которая лучше у вас развивается по науке, у которой больше технологий, то вы будете получать еще и научный бонус. Собственно, как я понял, я сейчас не говорю, что я стопроцентно в этом уверен, но, по-моему, получается так. Одно очко науки за каждую лишнюю технологию. То есть, например, если я, например, отправлю караван в Португалию, которая выучила на 4 технологии больше, чем я, значит, я буду от нее каждый ход получать плюс 4 науки. Ну, против компьютера это понятно, как работает. Будет интересно, будет ли это работать против живых соперников в сетевой игре. Потому что, вот смотрите, если мой сосед лучше меня развивается по науке, то зачем ему терпеть мой караван, который к нему приходит? Да, это деньги. Но если у него и денег достаточно, ему проще разграбить караван. Караван, по-моему, это плюс 100 золотых даст ему. И спокойно там, ну, возможно, ему будет невыгодно воевать со мной, но опасно отправлять к нему караван, потому что разграбление каравана, вот, например, он готовится к войне, да? И разграбление каравана ему даст сразу 100 золотых. Это, по-моему, очень крутая прибавка. Ну, вот видите, я принял пантеон, правда, давным-давно дающий культуру от джунглей. Естественно, для Бразилии это лучший выбор пантеона, если мы играем на культуру. И уже вот эти клеточки мне тут дают во всю культуру. Плюс еще, да, принимаем посольство со всеми, так как это компьютерные игроки, то это улучшает еще отношение к нам. Так вот, так как у Бразилии еще есть улучшение местности, которое в русском переводе называется лесной лагерь, а в оригинале Brazil Wood Camp, и оно дает плюс 2 золота и еще и плюс 2 культуры после открытия акустики. Но строится, правда, только в джунглях. И вот представьте эти джунгли. Вот у меня в джунглях получится 2 еды, 2 золота, 3 культуры, а после строительства университета еще и плюс 2 науки от джунглей. У меня джунгли практически золотые, в золото превращаются. Ну, видите, я тут думаю, что принимать, но выбор один, видимо, эстетику, потому что именно она дает больше всего культуры и науки, ну, не науки, а туризма. Потом, видите, быстрее будут строиться все культурные здания. Вот сейчас я принял, у меня будут быстрее рожаться, рожаться всякие артисты и великие люди, связанные с культурой. А дальше вот следующие общественные институты дадут более быстрое строительство этих культурных зданий. Так что эстетика для культурной победы must have, естественно. Но опять не факт, что в сетевой игре это будет востребованное, востребованный общественный институт. Но опять же посмотрим, я пока не загадываю, видите, первый взгляд, впервые играю, просто пытаюсь вместе с вами вот так обсуждать нововведения, которые я вижу. Да, видите, мой рабочий соединяет дорогой Сан-Паула и Рио-де-Жанейро. Многие почему-то удивляются, что караваны между своими городами не везут золото. Да дело в том, что золото между городами осталось, как и прежде было. Просто соедините дорогой города, и вот вам торговый путь, вам не нужны для этого караваны. Я считаю, очень правильно разработчики это оставили на месте. То есть торговые маршруты, караваны нужны для соединения с чужими государствами, для установления иностранных торговых путей, с городами-государствами, для улучшения с ними отношений. Это все верно. А внутри государства караваны могут только вот еду или молотки перевозить. Обратите внимание, вот слева новый варварский юнит. Вот, видите, он находился на клетке с моим караваном, и то есть он следующим ходом мог его разграбить. Вот я думал до выхода от Дона, что грабить, чтобы разграбить караван, надо будет всего лишь встать на его торговый маршрут. Вот вы видите, если вы внимательно присмотритесь, то по земле бегает такая зеленая стрелочка, это вот маршрут моего каравана. Так вот, оказалось, нет, надо именно на свой ход встать на ту клетку, где находится юнит каравана, который вот бегает, и тогда, если у вас останется ходы на разграбить, тогда вы его сможете разграбить, только тогда. Но, естественно, сложно предугадать, и поэтому, видимо, для разграбления караванов будут очень выгодны конные юниты, которые на большее количество клеток ходят. Караван, напомню, если я не говорил, то на две клетки всего ходит, а вот конные юниты подальше будут бегать. И вот только таким образом вы сможете разграбить караван. Причем, обратите внимание, и это интересно, что юнит каравана передвигается даже после варваров, не в конце вашего хода, вот сейчас обратили вы внимание, а как бы после того, как походили все-все-все нации, варвары, и только тогда передвигается юнит с караваном. Ну вот, видите, я основал третий город. Я до этого вам рассказывал, что лучше всего на реке и на берегу моря, а сам основал, хотя вот одна клетка до берега моря была, основал не там. Это, конечно, моя ошибка, это я вот сейчас просто смотрю и знаю. Но я когда основал, просто считал, чтобы я мог дотянуться до меди, до всех пшениц, тут посчитал, но правильнее было, конечно, на берегу моря основать, чтобы у меня был морской торговый маршрут, я мог в нем строить, и намного больше бы получал прибыли от торговых путей. Это неправильно. У меня вот столица, видите, не на берегу, тут, к сожалению, я никуда не мог ее тут далеко продвинуть, а все остальные города стоило бы на берегу ставить. А теперь я сделал стоп-кадр, чтобы вам показать, как теперь влияет несчастье на битвы. Вот обратите внимание, я атакую варваров, и видите, табличка слева внизу, ну чуть выше, слева как бы посередине, которая показывает урон, возможный я нанесу варварскому юниту. И видите, минус 6% к силе от несчастья в империи. Теперь несчастье влияет сразу на урон от юнитов, а не после достижения минус 10. За каждую недовольную рожицу минус 2% к урону. Видите, у меня 3 несчастливых жителя в империи, соответственно, минус 6% к урону. Но оно не бесконечно уменьшается, уменьшается только до минус 30, как я понял. То есть, как раз до тех, сколько, 10, нет, 3, 2, сколько это, 15 рожи должно быть недовольных, да. То есть, ниже 15 недовольных рож уже у вас урон не будет уменьшаться, только минус 30 урон. И еще один стоп-кадр, обратите внимание, теперь, как несчастье влияет на золото и продукцию. Раньше продукция вырабатывалась меньше, если опять же мы опускались до минус 10 несчастья и ниже. Теперь то же самое, как и с юнитами. Минус 2% за каждую недовольную рожу во всех городах. Но самое главное, что теперь несчастье еще и на золото влияет. То есть, несчастная империя начинает с каждой недовольной рожи приносить на 2% меньше золота. То есть, у меня сейчас 3 недовольных рожи, мои юниты на 6% хуже в бою, на 6% продукция снижена в городах и на 6% золото. Надеюсь, стало более понятно с новым несчастьем в игре. В общем, имейте в виду вот эти особенности несчастья. Теперь несчастным быть довольно еще более неприятно. Раньше там можно было до минус 10 спокойно доживать. Ну, рост замедлялся, ну и фиг с ним. Главное, что производство было. А теперь и на производство это влияет. То есть, волю тоже обрезали, в принципе. То есть, у меня ощущение, что игроков как бы заставили иметь приблизительно одинаковое количество городов у всех. И моногородом как-то не очень играет. Кстати, обратите внимание, сейчас, смотрите, что произошло. Передвинулся варвар, но рядом с моим караваном разграбил его и появился еще один варвар. Я не знаю, ни в цивиллопедии, ни где-то еще не написано о таких свойствах варваров. Я не очень понял, почему он разграбил мой караван, находясь на клетке рядом. И при этом появился, не вышел откуда-то из тумана войны, не родился рядом с лагерем варварским, а при разграблении каравана появился еще один варварский юнит. То есть, когда варвары грабят караваны, у них получаются еще одни юниты. Значит, от варваров тоже желательно бы очень серьезно охранять караваны. Вообще, защита караванов не очень продумана, к сожалению. Вот мне пришла такая идея, что было бы классно просто привязывать какой-то юнит к каравану, и чтобы этот юнит бежал вместе с караваном, как бы защищая его. То есть, вам достаточно было бы поставить юнит на клетку с караваном, нажать эту кнопку привязки и все, и забыть. И у вас был бы ваш караван защищен с помощью юнитов. Но, к сожалению, тут надо самому бегать за караваном, и это очень неудобно. Вот уже и афроамерика, афроафриканцы предложили мне посольство. Я со всеми соглашаюсь, мне главное тут дружить. Если мы играем через культуру, то воины наш враг. Но вернемся к торговым караванам, к торговым путям. Чем дальше город в торговом пути, в который идет караван, тем больше от него прибыль. Но это я, по-моему, уже говорил где-то в середине видео. Но и дальность не сразу увеличивается, а постепенно. В общем-то, строение здания караван-сарай увеличивает на 50% дальность сухопутных торговых путей, а пристань увеличивает на 50% дальность морских торговых путей. Все очень просто. Но количество торговых путей ограничено. Вообще, за всю игру минимальное количество – это 6 штук. Правда, количество может быть увеличено от уникального бонуса нации. Например, у Венеции торговых путей может быть в 2 раза больше, то бишь 12. Либо при постройке каких-то чудес. Например, Петра дает еще один торговый путь. Наверное, какие-то здания еще дают, но я вот в этом еще не разберусь. А, ну, социальные политики точно дают. Так что можно увеличить. Но вообще минимальное количество, когда вы откроете все нужные для этого технологии, 6 торговых путей. Чем больше ресурсов присоединено в тех городах, между которыми проложен торговый маршрут, тем больше он будет давать денег. Да, по поводу разграбления торговых караванов. Я не знаю, я думаю, это понятно, что если вы грабите чей-то караван, то вы автоматически объявляете войну. Но я решил на этом остановиться подробнее. Дальше, с помощью торговых караванов вы можете распространять свою религию. Ну, соответственно, торговый караван будет нести минимальное давление, возможно, этой религии. То есть я вот играл, возможно, вы меня поправите, но я так понял, что вот караван несет давление плюс 6. То есть как раз вот обычное давление, как от одного города на другой город. А как религия работает в пятой цивы, вы можете посмотреть в моем трехчасовом видео, если, конечно, вы сидите и не убежите играть в доту. Ведь всем известно, что дота рулит, а цива фигня. Существенный минус караванов, по моему мнению, что их никак нельзя переназначить. На стандартной скорости они... Вот вы назначили караван в какой-то город, и он 30 ходов будет бегать. Через 30 ходов он прекратит свою деятельность, и вы сможете его отправить в какое-то другое место. В течение этих 30 ходов, в любом случае, я не нашел пока кнопки, которая позволяет останавливать караван и направлять его в какое-то другое место. Я не знаю, зачем это сделано. Ну ладно, предположим, разработчики это сделали для того, чтобы вы не могли спасти караван от разграбления. Например, он где-то посередине пути, и там варвары или соперник может на него напасть, и вы таким образом, опа, его отменяете, и караван сразу у вас в городе, и вы можете набрать его в другое место. Но можно же было сделать по-другому, например. Можно отменить только, когда караван пришел в ваш город. Тогда вы можете отменить назначение, назначить новое. Либо вы, например, отменяете караван, но он остается в том месте, где он находился в это время, и должен своим ходом добраться до вашего города, и только тогда вы его заново назначаете. То есть было много вариантов, а просто вот отменить возможность переназначать караваны, мне кажется, не вполне удачное. Ну, я думаю, в патчах это поправит. Обратите внимание на тот факт, что устанавливая торговый путь другой цивилизации, вы не только вы получаете доход, но и другая цивилизация тоже. Правда, она будет получать меньше, чем вы. Ну, тут такое дело, например, Португалия, по-моему, не уникальная способность, что она в два раза больше получает от торговых путей. Это значит, что она будет получать столько же, сколько и вы от вашего торгового пути. Но выгодно все-таки, чтобы к вам торговые пути прокладывали. Я, например, в этой игре сидел, ждал, ждал, чтобы ко мне кто-то торговый путь проложил. И пока сам не проложил три торговых пути в чужие цивилизации, ко мне никто ничего не прокладывал. Сволочи зажали денежку. Вообще очень некрасиво с их стороны, я так считаю. Но классно, когда вы, например, не строите торговые пути, а к вам их строят. И вы на чужих денежках тоже зарабатываете. Вот интересно будет в сетевой игре, конечно, здесь очень много появилось принципов взаимодействия. Если раньше можно было все-таки в одиночку как-то, ну, в групповых играх, естественно, в одиночку хоть как-то пробраться, там, тихонько сидеть где-то в стороне и ни с кем не взаимодействовать, то тут придется волей-неволей, но договариваться, как мне кажется, и развивать торговлю. И, например, если вы с соседом начнете друг к другу водить караваны, то все-таки воевать будет накладно и вам, и ему. И вы несколько раз подумаете, прежде чем против него войну организовать. А таким образом получается, как в реальной жизни. Вы сначала дружите на фоне торговли. Вам невыгодно друг с другом прекращать торговлю. Вы на этом фоне начинаете плести военные интриги, и потом вдвоем нападаете на какую-то другую нацию. То есть здесь вполне, как-то сказать, более логично развивается общение между цивилизациями. Если раньше было там симпатии, антипатии между игроками быть, а и нападу на него, не нападу, то здесь будет игра исходить из логики торговых отношений. И таким образом, как мне кажется, будет интереснее. Но это, опять же, все еще теория только. Будет интересно опробовать это в сетевой игре. Но дружить, как мне кажется, здесь с нациями будет очень выгодно. Другой вопрос. Понимаете, здесь бы не хотелось, чтобы эта дружба прям с начала игры до конца игры протекала. Хотелось бы, чтобы альянсы возникали, потом распадались, одни дружили против других, как было в реальной истории. Вот этого хотелось бы. Посмотрим, будет ли оно работать. А, ну или не только нападать совместно, но и защищаться. Например, у вас торговый партнер, к которому направлено два торговых каравана. Вы имеете какую-то денежку. И на него нападает кто-то. Вы понимаете, что если его сейчас разбомбят, то, точнее, имеете караваны не свои в него, а его караваны к вам ходят. И вы понимаете, что если вы ему не поможете, то этого игрока сейчас вынесут, и вы лишитесь определенной части дохода. Если раньше была еще вероятность, только вероятность того, что вот этого игрока вынесут и придут потом к вам, то сейчас еще и вы теряете много денег за счет того, что выносят другого игрока. Поэтому здесь помощь вашему торговому партнеру будет очень важна. И опять же, прежде чем объявлять кому-то войну, надо будет смотреть, какие у него торговые пути, с кем. Не придет ли его торговый партнер на помощь. Так что очень интересно, будут такие торговые войны какие-то. Прям даже уже хочется быстрее в сетевую игру поиграть. Как вот эти торговые пути будут сказываться на дипломатии между живыми игроками. Так, что я тут еще не упомянул про караваны. Да, еще они могут карту вам разведывать. То есть, если вы отправляете караван в город, между вашим и этим городом есть неоткрытые области, то, собственно, караван их откроет. Правда, вы не увидите там юниты находящиеся. То есть, как-то сказать, караван открывает туман войны, но видимости отсутствует там, понимаете? То есть, вы не сможете использовать караван как скаута. Но для открывания карты вполне нормально. Выбирать города, дойдет у вас караван или нет, до них вам особенно не придется. При нажатии кнопки «Установить торговый путь» вам будет выдан список из возможных городов, куда у вас, собственно, караван добегает, и вы спокойно из них выбираете уже, в какой город отправить караван. Караваны абсолютно беззащитны, собственно, как рабочие, поселенцы. Так что надо-надо их защищать. Вот, к сожалению, как я до этого говорил, с этим есть проблемки. То есть, это такое немножко муторное занятие. Надо что-то разработчикам придумать, чтобы юнитов привязывать к караванам. Так, ну, появились, естественно, и здания, которые увеличивают доход от караванов. Рынок будет давать два дополнительных золота за торговые пути, проложенные в город, и одну единицу золота, если вы владеете торговым путем. То есть, рынок выгоден, если к вам много торговых путей проложено. Национальное чудо-ост-индийская компания аж четыре единицы золота будет приносить владельцу города и, ну, безотносительно торговых путей, и две единицы золота за каждый торговый путь. Петра, я уже говорил, даст дополнительный торговый путь. И появится, кстати, бесплатный караван в городе. Вот об этом я забыл упомянуть. И колосс еще две единицы золота будет давать владельцу торгового пути, владельцу города, и одну единицу золота владельцу торгового пути. То есть, типа, рынка только вот как чудо. Ну и дополнительный торговый путь, кстати, о чем я тоже не упомянул. И появится бесплатный корабль грузовой. То есть, типа Петры, только для моря. Так что колосс очень крутым чудом становится. Он и раньше был очень неплох, а сейчас, по-моему, еще круче стал. Так, ну, на этом, пожалуй, я на сегодня завершу. Видите, такая вторая серия вышла, посвященная практически полностью торговым путям. Если я что-то упустил, пожалуйста, тоже пишите в комментариях. Я думаю, большинство из вас как раз в аддон больше поиграло, чем я. Я тут, скорее, не в игре познавал это все, а по форумам и по отзывам других людей. Так что пишите обязательно в комментариях, если я что-то о торговых путях упустил. Вы слышали Лешу Халецкого. Канал Леша играет. Обязательно подписывайтесь. И дальше будет все интереснее и интереснее. Бразилия развивается. Скоро карнавал. Ну, и даже войны будут, обещаю. Все, покеда. Играйте в умные игры.